В Шемкенте медики продолжают бороться за жизнь пострадавших при взрыве в жилом доме. Сейчас в больницах остаются три человека. Состояние годовалое девочки врачи оценивают как стабильное, а вот две другие пациентки в реанимации. Женщине 59-го года рождения провели экстренную операцию. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В областной центр гипербарической оксигенации также доставлена 21-летняя девушка с сильными ожогами. Они составляют около 65% поверхности тела. Верхние конечности, нижние конечности, грудные части тела и глубина ожога первой, второй, третьей степени. Состояние очень тяжелое. Напомним, взрыв в двухэтажном жилом доме произошел 8 января. Под завалами оказались две семьи. Они арендовали это жилье. Погиб один человек. По предварительным данным, причиной трагедии стали нарушения при установке газовых приборов. При разборе спасатели обнаружили газовый камин, к которому был подведен обычный кислородный шланг. На месте рухнувшего дома сегодня побывал Акимобласть и Женсит Туймибаев. Он сообщил, что пострадавшим семьям окажут материальную помощь. В настоящее время первая помощь это 226 тысяч тенге каждой семье, двум семьям. А потом обла Акимат, горы Акимат мы оказываем дополнительную материальную помощь. И времени жилье сейчас мы подготовили. Субтитры создавал DimaTorzok